Первые холода застали учащуюся колледжей культуры Надежду Данилову врасплох. Теплых вещей из дома еще не привезла. Ярская Сара Бернар с тревогой ждет зиму. В общежитии снова будет неуютно. Когда очень бывает холодно, иногда бывает прохладно, да. Но все-таки батарея бывает теплая, вроде перебоев не бывает. Но обогреватель им пользуется? Обогреватель есть, да. В общежитии колледжа культуры сейчас живут 340 человек. В здании, построенном в 1978 году, ни разу не было капитального ремонта. Дирекция, как может, залатывает узкие места. Но протекающая крыша, ненадежная электропроводка и деревянные окна дают о себе знать. О комфорте не помечтаешь. Впрочем, будущие актеры и культурологи узнали на днях отличную новость. Их общежитие оказалось в списке объектов, которые будут отремонтированы к 175-летнему юбилею Чуйковского. Деньги вскоре поступят из федерального и республиканского бюджетов. В плане основных мероприятий мы предусмотрели финансовое средство для ремонта общежития колледжа культуры. Колледж культуры будет отремонтирован. Так что... На улице не осталось? Нет, нет, нет. Ну что вы. В капремонт будет вложено 60 миллионов рублей. Директорат училища уже думает о том, как потратить деньги с умом. Помимо ремонта в здании появятся новые спортивные комнаты, класс для творческих занятий, будет куплена новая мебель. На этом позитивном фоне даже проблема с временным размещением подростков кажется не столь серьезной. Хотя и о ней не забывают. Расселить 340 человек. Надо проводить капитальный ремонт уже в пустом помещении. Расселять надо где-то, искать место. И прежде всего, может быть, ребята сами задумаются. Или квартиры будут снимать, или будем проситься кому-то уже на квартиру в общежитии. Ну, постараемся сделать это, подогнать. Я не знаю, как это получится, чтобы капитальный ремонт прошел в летние месяцы, когда у нас будут каникулы. По планам строителей, ремонт в общежитии и колледже культуры будет закончен к 2015 году. Дмитрий Вороновнин, Юрий Зелененький, телеканал Майя Удмуртия.